всем привет друзья в этом обзоре рассмотрим модель известнейшего советского грузового автомобиля газ 2а или же просто полуторки модель от миниарт в масштабе 1.35 миниарт выпускает такой газик уже довольно давно и за годы производства накопилось множество модификаций самого грузовика и машин на его базе автобусы топливозаправщики версии с вооружением и даже железнодорожный вариант и не так давно вышла еще одна модель полуторки с краном этот же вариант у нас гражданский и комплектуется набором мебели на бокс-арте яркая сочная иллюстрация от владимира бута модель в образе грузового такси по сути готовая идея для диорамы со сценой переезда на заднем плане еще одна модель миниарт это автобус газ 0330 с торца коробки размещены все варианты исполнения модели и их тут немало рассмотрим подробнее уже на инструкции давайте открывать коробку и посмотрим на содержимое набора здесь я вижу довольно большое количество деталей и как обычно у миниарт все аккуратно запаяно в один пакет здесь же декаль и конверт с фототравлением далее инструкция с которой мы наш обзор и начинаем и так инструкция полноцветная фирменном стиле от миниарт верху две проекции модели и ниже ключевые особенности набора модель имеет высокую детализацию общее число деталей 424 штуки декаль присутствует на 8 вариантов исполнения и конечно же капоты двери борта можно исполнить в открытом либо закрытом положении на первом цветном развороте варианты исполнения модели первый это аварийная помощь троллейбусного парка город ленинград тридцать седьмой тридцать девятые годы далее аварийная помощь городского 300 очистки это уже москва тридцать девятый сорок первый год следующая страница автомобиль техпомощи машинно-тракторной станции орловская область тридцать девятый сорок первый год ниже уже машина военного времени это реквизированный транспорт одного из колхозов киевской области сентябрь сорок первый год следующая страница раскладка деталей на литниках отпечатано все четко детали и цифры легко читаются сборка модели начинается с детализированного двигателя далее собирается рама множество мелких деталей задней подвески и элементов самой рамы следующая страница сборка колес из блинов такой способ позволяет с высокой точностью показать протектор далее на раму ставится двигатель задние и передние мосты тормозные тяги и мелкие элементы следующие этапы задний фонарь и элементы тормозной системы здесь настолько подробно все реализовано что хоть использую как наглядное пособие при изучении реального автомобиля далее завершается сборка рамы устанавливаются колеса радиатор следующая страница выхлопная система крылья и салон вот так плавно переходим к сборке деталей кабины собирается приборная доска и моторный щит ветровое стекло можно собрать в открытом или закрытом положении ранее собранная деталь ставится на раму добавляется крыша задняя стенка и двери собирается капот в одном из двух вариантов перекладина с фарами и гудком и завершающим этапом собираем кузов ставим его на раму следующая страница сборка аксессуаров входящих в набор столы стулья шкафы и мелкие предметы эти аксессуары собраны из двух наборов которые издаются у меня арт отдельно на обороте интересное дополнение ковры тематические плакаты и книги у ковров пропечатанная обратная сторона а большой можно уменьшить обрезов по линиям ниже таблица с необходимыми цветами и кодами для ряда производителей химии и на последних страницах оставшиеся варианты окраски давайте их рассмотрим первое это грузовое такси которое мы видели на боксарте москва 38 41 год еще одно грузовое такси одесса 1947 год это уже демобилизованная машина трудится в послевоенном городе на последней странице два почтовых грузовика сталинградская область 39 42 годы ируза московская область 1950 год это самый поздний вариант окраски из предложенных грузовички действительно долго прослужили и так переходим к обзору пластика как видите модель шикарно проработана и детали здесь немало в пакет с моделью также сложен и набор аксессуаров сейчас все рассмотрим первый литник самый скромный всего лишь пара дверей отлиты двери четко и качественно на картах имитация складок смотрится очень реалистично с наружной стороны декоративная подштамповка далее детали кабины и крылья крылья тонкие выглядят прекрасно на подножках сымитирована рифленая накладка рядом детали кабины задняя стенка пол и крыша здесь же бампер и некоторые мелочи крыша проработана изнутри имеется имитация деревянных брусьев следующие литники детали кузова на всех элементах прекрасно исполнена фактура дерева и расшивка между досками смотрится очень реалистично также качественно пролиты металлические детали на бортах здесь даже поперечные балки под кузовом имеют замечательную фактуру дерева далее два парных литника с мелочевкой на первом узнаю заднюю рессору и крепление брусьев под установку кузова к раме рессора шикарно отлита в многоразъемную форму четко просматриваются листы на следующем литнике запорные механизмы бортов здесь их два типа поздний и ранний еще одна деталь на разъемной форме это фара почему-то исполнена без имитации лампочки хотя тут дается такой замечательный рассеиватель что внутри фара практически не просматривается мелочевка идеально отлита несмотря на возраст пресс-форм следующий литник прекрасно детализированная рама здесь же массивный редуктор с массой деталей каждая деталь рамы имеет правильный профиль толщина элементов отлично вписывается в масштаб одним словом получится ажурнейшая конструкция на продольных брусьях также исполнена фактура дерева а выхлопной трубе пролито отверстие очень нравится мне эта модель как тонкая ажурно здесь все сделано далее литник с оставшейся мелочевкой детали кабины салона и двигатель обратите внимание жабры на створках капота здесь сквозные далее детали радиатора и передней подвески множество элементов также отлиты много разъемную форму ниже детали салона на сидении реалистично сымитированной складки следующие детали элементы двигателя блок цилиндров головка блока рассматриваются все необходимые клепки и болтики как видите огромное количество здесь тонких и мелких деталей сборка обещает быть не самый простой но интересный осталось нам рассмотреть детали колес здесь литники собраны в группы и среди них много дублирующихся сейчас я разделю все и покажу поближе вот так выглядят блины покрышек может на первый взгляд и непонятно но в сборе они образуют отличный рисунок протектора на боковинах отлично пролит узор читаются все надписи ярославский резинокомбинат рекомендуемое давление в шинах а вот обратная сторона уже без надписи далее диски тормозной барабан я бы рекомендовал срезать гребень с дисков и собирать покрышку полностью потом просто вставлять в нее диск посмотрите мою сборку этой модели там я показываю этот способ здесь на деталях я нашел единственный облой благо удалить его отсюда не составляет труда отверстия же пролиты без нареканий следующий литник еще пара дисков колпачки и крепления колеса здесь все отлито отлично и без дефектов далее рассмотрим декаль прозрачные элементы и фототравления плата фототравления здесь небольшая несколько табличек под номерные знаки детали запоров кузова и несколько мелочей также здесь вижу значок газ стекла модели отлиты безупречно отсутствуют дефекты и какие-либо искажения рамок на стекле нет так что прокрашивать здесь ничего не нужно просто вставить в проем и вклеить фары как я и говорил имеют шикарный реалистичный рефлектор на полуторке он достаточно специфический и узнаваемый не сразу понял что это а это уже детали из набора аксессуаров если не ошибаюсь керосиновые лампы и наконец декаль обширный лист с номерными знаками и обозначениями печать у мини-арт на высшем уровне четкие рисунки читаемые надписи отличные цвета и еще обратите внимание надписи на борт даны с разрывом чтобы не пришлось наносить декаль на выступающую металлическую часть очень удобно и продумано и последнее что нам осталось рассмотреть это аксессуары первый литник это часть набора офисной мебели обзор кстати есть у меня на канале здесь у нас письменный стол стул переносной и стационарные телефоны и еще некоторые предметы и те же керосиновые лампы далее два одинаковых литника это более старый набор мебели мини-арт он включает в себя два шкафа круглый обеденный стол и два стула тут есть нюанс шкаф не простой а составной он вполне может превратиться в комод и тумбочку итак друзьям вот такой набор гражданской версии полуторки предлагает мини-арт великолепный на мой взгляд комплект который позволяет по-новому взглянуть на всем известную армейскую рабочую лошадку но за прекрасное дополнение аксессуарами и богатые варианты исполнения мое почтение мини-арт модель конечно не простая требует внимания и обдуманной последовательности сборки покраски так что новичкам рекомендовать не буду мне же модель очень нравится и я с удовольствием соберу еще не одну модификацию на этом же обзор я заканчиваю благодарю вас за внимание к ролику за лайк комментарий и подписку на канал жду от вас обратной связи напишите что думаете об этой модели собирали ли вы полуторку от мини-арт или может каких-то других фирм я же с вами прощаюсь всем пока и до встречи в следующих видео